Дорогие зрители, Христос Воскресе! Я, Дмитрий Бродовиков, рад вновь приветствовать вас с этими словами в прямом эфире телеканала «Союз». Всего два дня остается до того момента, когда полюбившееся нам, и, надеюсь, вам приветствие, мы должны будем отложить до Пасхалии следующего года. По христианской традиции в течение 39 дней после Пасхи верующие провозглашают, что Христос Воскрес вплоть до праздника Вознесения Господня. В этом году Вознесение приходится на 21 мая. Ну а теперь мы предлагаем вспомнить о памятной дате, которая отмечается сегодня, 19 мая. Это день рождения императора Николая II, царя-страстотерпца. Государь Николай Александрович родился 19 мая 1868 года в Царском селе. Вместе с членами своей семьи, супругой Александрой Федоровной, дочерьми Ольгой, Марией, Татьяной, Анастасией и сыном Алексеем прославлен церковью в лике святых. Это решение было принято в 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. День памяти святой царской семьи еще впереди. Он отмечается 17 июля. И это время является особым периодом в жизни Екатеринбурга. Ведь именно здесь, на Уральской земле, на месте, где сейчас расположен знаменитый на весь мир храм на крови, в ночь на 17 июля 1918 года приняли мученическую смерть царская семья и ее верные слуги. И сегодня, в день рождения царя Страстотерца, мы предлагаем вам вспомнить историю храма-памятника на крови во имя всех святых в земле Русской просиявших. Екатеринбургский храм на крови во имя всех святых в земле Российской просиявших. Для кого-то это святыня, для кого-то визитная карточка города. Но в любом случае, представить себе современный Екатеринбург без этого величественного храма практически невозможно. Кажется, он был здесь всегда. А между тем, не так уж много времени прошло с тех пор, когда и говорить о возведении храма на месте убийства царской семьи, и молиться здесь, на Вознесенской горке Екатеринбурга, было небезопасно. Дом инженера Ипатьева печально известен всему миру. Он был местом паломничества верующих людей. Правда, паломничества тайного и немногочисленного. Бабушка моя, Царство Небесное, она меня маленькой девочкой привозила вот сюда, к дому Ипатьевых. Мы собирались ночью, потому что днем милиция разгоняла. И вы знаете, бабушка и я, мы были не одни. То есть собирались еще другие женщины в платочках. Старая аристократия. И даже я помню, я была ребенком, но на меня такое впечатление произвел мужчина, который освободился из заключения, из тюрьмы, потому что ему явился во сне царь Николай и попросил молитвы. Понимаете? И этот мужчина, взрослый дядя, мне казалось, плачет, потому что вернулся из такого ада, по нему не заплачешь. И он по обеду приехал к дому Ипатьевых. Снос дома, святым и трагическим символом, стоявшего в центре Екатеринбурга, конечно, не мог уничтожить народного почитания царской семьи. И пусть оно не было широко распространенным, главное, что оно сохранялось вопреки всему. Верующие почитатели царя Страстотерпца подавали на панихиду записки об упокоении государя и его семьи. И священник, читая «Упокой Господи души усопших рабов твоих Николая, Александры, отрока Алексия, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии», понимал, чьи имена он произносит. Еще даже в годы советской власти эта семья была очень почитаемая, потому что посещая дома с 1978 года, когда я стал священником, я часто видел у наших прихожан фотографии царской семьи, которые находились наряду со святыми иконами. С самых детских времен меня бабушка приучила к тому, что я, вернее, у нее сам научился, увидев, что она, когда вставала на молитву, утренние молитвы или вечерние молитвы, когда она прочитывала свой синодик или поминальник, то на первом месте впереди всех архиереев, которых она поминала о упокоении, у нее была написана «Царская семья». Вообще это было в крови русского народа, что о помазаннике Божьем и о его семье всегда молились с усердием. И когда царскую семью злодейски здесь истребили в нашем городе, они продолжали о них молиться. Пусть это была тайная молитва, пусть после услышания они нигде об этом не трубили, что они молятся о царской семье, но тем не менее они молились. С молитвы и началась история храма на крови. 16 июля 1989 года на пустыре, оставшемся после сноса Ипатьевского дома, собралось несколько десятков человек. Люди принесли с собой свечи, цветы и самодельные хоругви. Они пришли сюда, чтобы почтить память государя-императора Николая II и членов его семьи, убитых в ночь на 17 июля 1918 года на этом самом месте. Собственно говоря, вся затея заключалась в чем? Я думал, что надо прийти сюда и прочитать. Ну, я в те поры даже не понимал, что такое канон. Ну, в общем-то говоря, у меня был канон, идем за убежную церковь по канону святому царю-мученику Николаю. Никогда в истории Ипатьевского пустыря не собиралось на нем столько людей, открыто молящихся убиенному здесь государю. Причем никто специально не созывал народ в нужное время, в нужном месте. Анатолий Верховский настаивает на том, что люди пришли по зову сердца, божьим промыслом. Мы попали сюда, на моление. Впали на этом молении, посмотрел, и это для меня было вообще-то, конечно, образумление, наверное. Хотя, да, то и ходили сюда, вот Верховский меня приглашал, но все это было как-то не так, то есть не от сердца. А здесь, когда я посмотрел, почему-то сразу привлекло, что люди пришли с иконами, и царство-муч самодельное, понимаете, вот, хоругивы самодельные. Как и следовало ожидать, происходящее не осталось без внимания милиции. Молитва на пустыре была расценена как правонарушение, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я тогда снимал, ну что, на самом кульминационном моменте, видимо, подходит дочка, говорит, папа, тебе мама зовет. Я говорю, ну, мне некогда, но мама зовет. Я пошел, она говорит, давай быстро уходить отсюда. Тебя тут знают, говорит, подошел сейчас, говорит, милиционер сказал, говорит, забирайте своего мужа, говорит, и уходите. Сейчас будем, говорит, это, сейчас ОМОН приедет, и будем все это прекращать. Милиция появилась мгновенно. Только начали читать, уже появился капитан милиции, кадочников, если не ошибаюсь, он представился. И потребовал разойтись. Потом через каждую минуту две он кричал, мероприятие незаконное, предлагаю разойтись. Должен кричал, кричал, потом приехал ОМОН. Огромные шкафы там, значит, тренированные, все такое. Ну, надо сказать, что они вели себя очень прилично. Ну, в общем-то, очень забавно, тут именно забавно то, что власти решились применить вот такую могучую организацию. Не просто там, скажем, приехал наряд милиции и начал грузить там в автобусы. Нет, вот подъехали куча воронков, там по два-три человека. Нет, там, по-моему, два человека только и власят воронок. Вот по два человека развезли всех и вот в Кировский райотдел. В тот июльский вечер на Ипатьевском пустыре милиция задержала 11 человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Можно воспринимать это как знамение или как простое совпадение, но именно 11 невинно пострадавших уже были когда-то в истории Вознесенской горки. Людей, молившихся на пустыре, обвинили в нарушении общественного порядка. Три судебных заседания закончились для обвиняемых полным оправданием. Более того, сотрудники милиции понесли наказание за свои действия. Это моление на Вознесенской горке стало фактически первыми царскими днями. Кроме того, оно открыло для гласного обсуждения запретную ранее тему. Убийство царской семьи оказалось в зоне общественного внимания. Ну а на место первого моления кто-то стал регулярно приносить живые цветы. В общем-то, после этого, я не буду говорить о том, что было до того. То есть до того, как народ выразил свою любовь и преданность своему генному царю. Заметьте, 89-й год. Что нам про царя говорили? Ничего хорошего. Или вообще ничего не говорили. И тем не менее, у народа, в глубине сердца, все-таки царь-то вот оставался. И было, конечно, очень немного. Вот из всего города, ну все-таки миллионный город, там, ну, несколько десятков человек, конечно, это махонькая кучка, но тем не менее, это было. С этого все, собственно говоря, и началось. Это было ледокольное событие. Оно сломало и взломало лед отношения. Изначально негативное и такого абсолютно железобетонно-северного, коммунистического, вообще, к этой теме. Дорогие зрители, обращаем ваше внимание, что на 7 часов утра по московскому времени запланирована прямая трансляция божественной литургии из храма на крови. До начала богослужения остается полчаса. Приглашаем вас к совместной молитве. Ну а сейчас в эфире нашего с вами телеканала. Программа «Читаем Евангелие вместе с Церковью» и затем «Церковный календарь». Продолжение следует...